В сегодняшнем видео на примере вот этого птицееда из рода Брахипельма речь пойдет об обустройстве простейшего террариума для паука-птицееда. Поехали! Первым делом, друзья, идете в ближайший хозяйственный магазин и покупаете там вот такого плана контейнер. Размеры, вот как вы видите на экране, это вполне себе ничего размеры для такого размера паука. Вот вы видите высота и глубина и ширина. Далее обязательным у нас является проделывание вентиляционных отверстий. Можно сделать их побольше, можно поменьше. Желательно их сделать с двух противоположных сторон контейнера для обеспечения проточной вентиляцией, но не всегда она необходима. Вот так у нас будет двигаться воздух в контейнере. И опять нам никуда не деться от кокосового субстрата, который продается в цветочных магазинах, в том же собственно хозяйственном магазине можно купить, где и контейнер. У меня он уже рассыпчатый, но продается он обычно в брикетах, которые необходимо размочить горячей водой. Вот кусочек брикета остался, сейчас его размельчу руками, вот так рассыплю. И остается нам это дело смочить. Смачиваем из пульверизатора, потому что если в сухой кокосовый субстрат налить воды, то он просто будет лужиться и плавать и все. А пульверизатором он достаточно обильный и хорошо промочится. В качестве укрытия и в качестве декорации одновременно можно использовать вот такое искусственное листье, искусственное растение. Чтобы паук не таскал его по всему террариуму, я его здесь закреплю через вентиляционное отверстие. Очень даже удачно. С учетом того, что растение расположено под наклоном, на этом растении паук будет дополнительно ползать, а под ним прятаться. Или может даже сплетет себе паутинное гнездо какое-то, в зависимости от вида паука. В качестве жильца в данном садке или террариуме можно и будем использовать паука-птициеда рода Брахипельма, Брахипельма класси. Этот род очень подходит для новичков, так как он спокойный, такой малоподвижный, не кидается ни вперед, ни назад и не встает в стойки. Кстати, если присмотреться, можно увидеть, как он подмигивает вам. Пересаживать всех пауков я рекомендую следующим образом. Мы ставим старый контейнер в новый террариум или в новый садогу, более больший. И уже, если это достаточно спокойный паук, мы его перегоняем из контейнера в контейнер. Либо, если это нервный, быстрый, токсичный, агрессивный и так далее паук, мы его просто закрываем крышкой и ждем, когда из открытого маленького контейнера паук переберется в террариум. Потом мы просто изымаем маленький контейнер и закрываем террариум. Кормить всех пауков рекомендую тараканами, так как их легче удержать в живом состоянии. А из всех тараканов я рекомендую туркменских, так как они не бегают по вертикальным гладким поверхностям. Как, например, мраморные тараканы, которые могут забраться наверх террариума и паук никогда там не найдет. Ну вот посмотрим, проявляет вроде интерес паук к своему корму, но, видимо, его сиюминутное новоселье ввело его в некий ступор и он не понимает, что с этим надо делать. Я так подозреваю, что с наступлением темноты или через сутки паук обязательно поймает этого таракана и полакомится им. А вас я попрошу прожать обязательно лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.